Печень и хронический гепатит. Причины профилактика и надежное лечение. Это видео для каждого из вас, ведь печень принимает на себя удар первый. В плане любой интоксикации, ведь это фильтр нашего организма. Сейчас совсем кратко про причины, первые признаки, диагностику, ну а дальше про лечение. Также я дам вам ссылки на очень важные видео, если вы захотите это изучить подробнее. Хронический гепатит это полиэтилогический диффузный воспалительный процесс печени, продолжающийся более 6 месяцев, при котором не нарушается структура печени. Если она нарушается, это уже следующая крайняя стадия разрушения печени. Итеология. Одной из главных причин возникновения хронического гепатита является островирусный гепатит. Если он был не своевременно диагностирован, если было назначено недостаточное лечение, или не вовремя было назначено лечение, или во время лечения пациент нарушал диету, принимал алкоголь, ел много сладкого. Другой причиной хронизации процесса может быть токсическое влияние на печень, алкоголь, сильнодействующих лекарственных средств, таких как антибиотиков, цитостатиков при том или ином лечении, седативных препаратов, требующих от печени максимального напряжения в работе. А также соли тяжелых металлов, например, на вредных производствах или в экологически вредных районах, котловинах, например, город Норильск. Если при этом приток токсичных веществ, с которыми печень уже не может справиться, не спадает, и никаких мер по защите печени, по очищению печени от тяжелых металлов и других отравляющих веществ не принимается, ее деятельность, функции ослабевают, а структура начинает меняться. Патеногенез хронического гепатита таков. При длительном нахождении вируса в организме матери, к примеру, возможно даже внутриутробное заражение вирусом гепатита через плаценту. Перед вами две фазы патогенеза. Классификацию я опущу. Кому интересно, просто стоп-кадр может нажать при повторном просмотре. Каковы же первые проявления болезни? А они соответствуют остеновегетативному синдрому, то есть слабость, утомляемость, нарушение сна, что обусловлено хронической печеночной недостаточностью. А при прогрессировании болезни возникают внутрипеченочные знаки. Телеангиоэктазии, пальмарная эритема. Часто возникает кровоточивость десен, носовое кровотечение, хотя обязательно в этом случае проверьте на витамин К1. Обычно это бывает при его дефиците. Обострение хронического гепатита может сопровождаться желтухой, диспепсическим синдромом, субфибриальной лихорадкой, кожным зудом. Ну а цвет мочи бывает темный, а кал светлый. Это очень характерная пара признаков. Теперь точная диагностика, как выявляется хронический гепатит. Ну, биохимический анализ, во-первых. Нахождение повышенного уровня билирубина в крови. Анализы АЛПАСТ, которые указывают на процесс разрушения гепатоцитов, фильтрующих клеток печени. Повышается плохой холестерин в крови. Уменьшаются белковые фракции крови. Происходит уменьшение протрамбина. В том числе потому, что нарушается всасывание витамина К. Это очень важная и характерная особенность. Кстати, у меня было видео про витамин К1 и К2. Это два разных витамина. Это надо знать. Потом посмотрите. При иммунологическом исследовании крови наблюдается снижение количества Т-лимфоцитов и повышается содержание в крови иммуноглобулинов. Видите, какие важные признаки? Теперь вы будете сами знать, чтобы без расшифровки врача, увидя анализы, самому быть уверенным в том, что есть эта проблема или нет. Конечно, назначается ультразвуковое и радиозвуковое сканирование, которое выявляет диффузное увеличение печени и нередко селезенки. Обратите на это особое внимание. Дифференциальный диагноз хронического гепатита чаще всего проводят с острым гепатитом, циррозом печени, доброкачественной билирубинемией. Помогает поставить диагноз анамнез. Что ж, а теперь лечение. Минуту моей рекламы. Качественной, уникальной и очень нужной всем продукции от Фролова. Понимает тот человек или нет, от этого суть не меняется. Я рекомендую всегда иметь с собой и дома в аптечке вот этот спрей для носоглотки. И вот почему. Он лечит насморк, сопли, заложенность носа. Но это не главное. Он снимает зависимость от сосудосуживающих препаратов, на которых миллионы людей сидят годами. А значит, снимает сухость слизистой. И перспективу заработать полипы в носу. А еще это защита от вирусов. Просто перед походом в общественные места брызгайте и нос, и горло. Давайте его с собой детям в школу. Берите везде и всегда. Защитите себя от ангин, ОРЗ и ОРВИ. Подробнее о нем вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылка в описании. А еще в данной линейке препаратов, созданных учеными Новосибирского Академгородка, гель для суставов глубокого проникновения для регенерации хрящевой ткани межсуставной жидкости, которая лечит артриты и артрозы. Также хочу вам предложить гель-сорбент для кишечника, который очищает кишечник и нормализует его работу. А еще вот этот уникальный гель и крем глубокого проникновения для омоложения кожи. Все эти препараты не имеют аналогов в мире. Ни в Швейцарии, ни в Японии нет ничего подобного. Ссылки на эти 4 видео об этих 5 продуктах я дам вам в описании под этим видео, под номерами 1, 2, 3, 4. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, масла, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте надгард.ру. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России. Я имею в виду в других странах мира, где она работает. Кстати, уважаемые товарищи зрители, вы знаете, что такое система ПРОВИЛА? Это уникальная древнеславянская еще разработка, ну в наши дни, конечно, с помощью техники, материалов, модернизированная, по исправлению зажимов, спазмов мышц, для исправления сколиозов и прочих проблем со скелетом, с позвоночником. Я настоятельно рекомендую вам посмотреть видео, ссылку на которое я оставлю вам, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Найдете слово крупно ПРОВИЛА и нажимаете на ссылку и посмотрите. Лечение заключается в устранении первопричин и причин данной болезни. Не последствия надо лечить, а причину. Здесь важна и диета, и натуральные природные препараты. Что касается диеты, я прошу вас посмотреть мои последние 3-4 видео по печени. Вот все то же самое. Вообще я оставлю вам ссылку под этим видео на целый раздел, называется плейлист на моем YouTube канале по проблемам печени. Но кратко скажу, в идеале это веганская кето-диета. Необходимо убрать главную причину проблем печени в плане питания, это быстрые углеводы, это сахара. Именно они главная беда для печени, а не жиры. В этом основная ошибка многих врачей прошлого. И питание должно быть не 5-6 разовое, а просто правильное, но интервальное. Организму надо давать отдыхать. Посмотрите мое видео «Интервальное голодание». Я ставлю главные рекомендованные мною видео, начиная от инсулинорезистентности и заканчивая, что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней. Обязательно сдать анализы на витамины группы В, С и К. К1 обязательно рекомендую принимать, витамин С натуральный, только не оскорбинку обязательно. Витамины группы В это хлорел и спирулина. Или же придется принимать синтетические, что хуже. Учитывая многообразие отрицательных факторов воздействия на организм человека в современном химическом мире, ну который действует на организм каждый день в целом, и на печень в частности, тем более учитывая современное питание, Особое значение в лечении приобретают меры, направленные на регенерацию клеток печени и защиту клеток печени. Наука фунготерапии, то есть наука, изучающая лечебные свойства высших бездельных грибов, обращает особое внимание на препараты, а по сути природные натуральные лекарства, на целебные свойства некоторых высших бездельных грибов с их лечебными компонентами, многие из которых хорошо и давно изучены, уже сотни лет, на практике применяются тысячи лет, в том числе для пациентов с хроническими проблемами с печенью. Одним из самых главных и эффективных средств защиты печени от вирусов, от регенерации клеток печени гипотоцитов признан гриб Шитаки. И вот в чем дело. Дело в том, что содержащиеся в нем субстанции, это полисахарид лентинан, или тучеподобные соединения, то есть грибные фитонциды, защищают печень от поражения токсинами и вирусами. И от токсических продуктов метаболизма. Они помогают восстановлению уже пораженных клеток печени. Второй гриб это лисички. В нем, помимо вещества ахиномоноза, которое борется с паразитами, есть еще вещество эргостерол, которое защищает печень от различных нарушений ее функций. И это вещество обеспечивает, как бы вынуждает печень, синтезировать достаточное количество желчи, а желчь, напоминаю, синтезирует сама печень, и ее своевременному поступлению по общему желчному протоку из печени в пищеварительный тракт. А это помогает ферментам, которые выделяет поджелудочная железа, расщеплять поступающие из пищи жиры, превращая их в хорошо перевариваемые вещества. Также в лисичках, об этом я в своих лекциях еще не говорил, содержится трометаналиновая кислота, которая успешно воздействует на вирусы гепатита и оказывает гепатопротекторное действие. Тогда повышенный билирубин в крови снижается, это хорошо. Ну а третий грибной препарат это трутовик лиственничный. Так вот он содержит полисахарид ланофил, об этом я тоже в своих лекциях старых еще не говорил. А этот полисахарид очень эффективен в комплексной терапии с нарушением функций печени. Он подавляет воспалительные процессы в организме и снимает токсическое отравление печени. Биологически активные вещества трутовика поддерживают процесс восстановления и регенерации клеток печени. Кстати, по этой причине трутовик входит в программу по очищению организма, в том числе печени от паразитов. Но сейчас переходим к лечению. Как вы уже поняли, гепатитов несколько типов. Есть аутоиммунные, есть вирусные по своей природе. Гепатит называют тихим убийцей, потому что он постепенно захватывает иммунитет. Люди этого не замечают в раз. Что-то сразу не болит. Но постепенно он парализует иммунитет. Возникают воспаления, далее фиброз, цирроз и смерть. Конечно, есть очень эффективные медицинские средства. Передовые, так сказать. Например, препарат Савальди. Правда, он очень дорог. Одна таблетка стоит 1000 долларов, а полный необходимый курс от 100 тысяч долларов. Есть и натуральные, природные средства. И здесь без науки фунготерапии не обойтись. Напоминаю, наука фунготерапии – это наука, изучающая лечебные свойства высших безидеальных грибов. Это как раз самое, что ни на есть традиционная медицина. Насчитывает она тысячи лет своего существования. Курс, который разработали фунготерапевты, следующий. Это комбинация сочетания действий таких грибов, как шитаки, водорастворимой формы лисичек и трутовика лиственничного. При их правильном применении происходит следующее. Начинают эффективно регенерировать пораженные клетки гепатоциты. Этот комплекс способствует продукции ферментов и желчи, предотвращает фиброз, препятствует развитию раковых клеток, то есть перерождение клеток. Эти целебные грибы надежно поддерживают функцию важнейшей лаборатории нашего организма печени и тем самым сохраняют здоровье организма в целом. Ссылку на этот готовый набор, на лечебные действующие вещества в составе данных грибов, которые находятся в капсулах и кристаллическом порошке САШЕ пакетов, вы увидите, перейдя по ссылке под этим видео, которое сейчас смотрите. Подробную информацию, как принимать, что дополнительно стоит применять, какие изменения, что еще нужно учесть при прохождении данного курса для большей эффективности, будет все прямо под этим набором, и вы это прочтете, перейдя по ссылке на этот набор. Разумеется, необходимо сказать, что все наши товары, приборы, продукты и этот набор, и любые иные наборы мы отправляем в любые города России и страны мира, неважно, где вы находитесь. В Германии, Канаде, США, Израиле, Корее или где бы то ни было мы отправляем в эти страны, поэтому не спрашивайте, отправляете ли вы в эту страну, например, в Казахстан, Узбекистан, Грузию, разумеется. Отправляем, не спрашивайте. Просто делайте заказ, оформляйте, с вами свяжутся, и вы, соответственно, сможете решить все вопросы, если они автоматически не решаются при оформлении данного заказа. Что еще хочу подчеркнуть? Самый распространенный гепатит, это, конечно, гепатит С. Есть очень интересная связь между гепатитом С, железом и циррозом печени. У многих больных гепатитом С в организме повышенное содержание железа, это видно по анализам, а железо является сильным катализатором и приводит к избыточному образованию свободных радикалов. Кстати, я в этой связи хочу еще раз напомнить, для тех особенно сказать, кто не смотрит мои лекции, что очень много железа содержится в мясе, по крайней мере красном. А при жарке мяса, например, поскольку железо является катализатором, образуются гетероциклические амины и нитрозоамины, которые являются мощнейшими свободными радикалами, приводящими рано или поздно к онкологии. Тем людям, у кого уже есть проблемы с печенью, категорически нельзя есть мясо, никакое в пище. Ну а свободные радикалы, окислительные воздействия приводят к тому, что печень разрушается еще больше. Это замкнутый круг. Поэтому количество железа надо снижать. Обязательно принимайте витамин Д3. Конечно, я рекомендую не синтетический, а натуральный, вот этот. Ссылку оставлю. Помните также, что голодание и интервальное, и длительное тем более, ну от 2-3 дней, оно запускает процесс аутофаги, то есть самоочищение на клеточном уровне, а также укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма, сопротивляемость к болезням. А также для таких органов, как печень и поджелудочная железа, голодание, помогает запускать механизмы регенерации. То есть, когда эти органы не для того работают напряженно круглые сутки, чтобы переработать съеденную пищу, скажем так, а они в этом напрямую участвуют, а для того, чтобы залатать свои дыры, заняться своим, что называется, маленьким организмом. Какие же травы можно было бы применять дополнительно к грибным препаратам? Ну, во-первых, экстракт полыни, конечно же. Очень хороший комплекс из двух ингредиентов. Это экстракт полыни и корень красного шалфея. Можно использовать и другой сбор. Он состоит уже из 7 ингредиентов. Это куркума, лучшая, конечно, камбоджийская вот эта, ссылку оставлю, лакрица, артишок, женьшень, расторопша, крапива и имбирь. Ну, а в завершение я хочу сказать следующее. У меня есть целый плейлист на моем YouTube-канале, посвященный проблемам с печенью. Вы обязательно эти видео посмотрите, не поленитесь. И обязательно конспектируйте их. Конечно, этот мой совет только для тех, кто серьезно хочет изучить данный вопрос. Разобраться и знать, как действовать, потому что конспект очень сильно помогает. Тогда эффективность лечения будет близкой к 100%, потому что очень важно, чтобы человек знал, что, зачем и почему, и для чего, что называется, он это делает. Чтобы он знал, что он действует единственно правильным методом, что он верным путем идет к своему здоровью. А вылечить гепатит любой возможно безусловно. Печень это уникальный орган, у которого очень хороша регенерация. Но пока человек ест то, что привело его к проблеме той или иной со здоровьем, лечение будет либо очень сильно осложнено, либо невозможно, по большому счету. Поэтому менять в корень питание необходимо. Посмотрите мои видео о главном враге печени. О сахаре. Вот эти видео. Инсулино-резистентность. Почему все время хочется есть? Что будет, если вы откажетесь от сахара на 10 дней? Ну, хотя бы эти. Но вот теперь у вас есть практически полная информация. Абсолютно полная она будет, если вы посмотрите мои видео о печени. Но самое главное, все ссылки, какие вам только будут нужны, потребуются. Я оставлю, как уже много раз говорил, и повторяю только потому, раз по 10, что люди даже после того, как вот я это по 10 раз повторяю, все равно пишут под каждым видео, а где это купить и тому подобное. Представьте себе. Поэтому говорю под этим видео. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok